Сирия Вообще-то из Антиофии пришли первые монахи, священнослужители. Были сирийцы на Руси. Они были по происхождению не греки, не бог знает, они-то были сирийцы. И когда праздывалось 300 лет рода Романовых, знак признательства Николая II, всю литургию вела не русская православная церковь, а антиохийская православная церковь. Не было бы Сирии, не было бы антиохии, но не было бы православия и не было Руси. Это наша земля, это наши святые места. Я думаю, это новый лозунг. Это наша земля. Потому что эта война будет не один день, не два дня, не месяц и не год. Это надолго. И мы в этой войне будем занимать определенные позиции. Наш народ должен понимать, что мы не защищаем какую-то далекую арабскую страну, как сказал один тут деятель. Не здесь, а в другом месте, на архе Москвы. А это земля, имеющая прямое отношение к нашей государственности, к нашей духовности, к нашей вере. Защищаем мы свою страну. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. У ополченцев был разведчик, агент их, да, на аэродроме, с которого взлетали самолеты, которые возили вот всякое такое там оборудование в окруженный Луганский аэропорт. И ополченцы в то время, так сказать, они пытались, так сказать, подавить вот это вот авиасообщение украинской армии. И должен был вылетать самолет транспортный. И агент передал о том, что вылетает транспортный самолет. Перед этим ополченцы захватили БУК, но без радиолокационного оборудования. То есть точно стрелять нельзя было, но вообще стрелять можно было. Если там увидели, что он там летит, да, значит, в принципе, можно было... На высоте 10 километров очень хорошо видно, что там летит. Не-не, ну, труднее, конечно, попасть. Там, словно говоря, три машины, одна с ракетой, две с оборудованием. Да, я знаю, как вы видите. Одна ракета им досталась, две ракеты они не смогли взять. И вот разведчик, кстати, после этого СБУ его арестовало. Значит, под пытками, так сказать, он сказал, значит, что им было сообщено. Но в этот момент они уже решили, что надо как-то тех поставить. И поэтому самолет транспортный украинский не полетел, да, но информацию о том, что он полетит, они не сказали. Наоборот, этот захваченный разведчик подтвердил информацию о том, что самолет полетит. Более того, он полетит с какими-то важными украинскими генералами. Одну секундочку. Ну, может, смешно, я не знаю. Мне тоже было смешно, я сдерживался. Для того, чтобы ситуация, так сказать, ну, она так развивалась интенсивно, значит, в Снежном стояла вот эта ракета, так сказать, ополченцев. Они, так сказать, решили постраховаться, чтобы, не дай бог, перевезли свою ракету, на всякий случай, в Зарощинское поселок. Значит, вот полетел этот уже малайзийский Боинг, который диспетчер Непропетровска направил, и, обращу внимание, этот диспетчер исчез. Нидерального не запрашивают, их вообще не интересует, почему... Так же, как и человек, который на Су-25 летал, да, и давал показания. Они куда-то все постоянно исчезают, удивительно. Я думаю, что Су-25... Да-да-да, действительно, как бы. Они вот исчезли почему-то, да, вот у нас вопрос, куда дели украинские власти этого диспетчера, который направил малайзийский Боинг поближе к ракетам. Значит, они взяли его в прицел, ополченцы стрельнули и, по всей видимости, промазали. Третий правый ездовой, разворот налево, батарея к бою, трубка 15, прицел 120, батарея огонь, бац-бац, и мимо. Но там уже стоял бук украинских вооруженных сил, Зарощинская, специально выдвинулся, и он подстраховал его, да, и расстрелял. Коп, то есть было два пуска. Да. Один на глазок ополченцы стрельнули, а из второго, значит, уже прицельно стреляли украинцы. Совершенно верно. Классно. Взяли Валерий Галитей. Обратите внимание, министра обороны взяли Валерий Галитей. Прихоньку немножко сумасшедший, да. Сейчас он, кстати, в огромном совняке, живет в Лондоне. Ему наградили хорошенько за этот сбитый Боинг, так сказать, он спокойно там отдыхает. Ну и вот Коломойский тоже в этом участвовал, поскольку именно он контролировал вот это все непредвиженческое точки зрения. Первого пуска. Где-то же должны быть следы от первой ракеты, которой ополченцы выстрелили. Ну, ну, промахнулось куда-то там, лес упал, а потом. Извините, давайте просто. Можно выстрелить из звука, и никто не узнает, что где-то это приземлилось. Я в армии служил, послушайте, я могу сказать, когда вы стреляете, промахнулись, ну куда они там? Ушли пули, песок. Продолжение следует...